Я уже давно не был так взволнован, чтобы случайно наткнуться на игру, так что позвольте мне познакомить вас с теплым снегом. Странное имя, классная игра. Это быстро развивающийся боевик Роу Клайт в том же духе, что и Хейдис и многие другие, но с огромным количеством действительно ли это предполагалось для синергии персонажей? Лучший вид, когда некоторые мошеннические огни чрезмерно сужают свои системы обновления, чтобы играть в них безопасно. В теплом снегу есть как раз то количество свободы и случайностей в его правилах, где лучшие трассы обычно те, где ваш персонаж запускает так много эффектов по экрану, что вы едва можете даже сказать, что происходит. На мой взгляд, это самый увлекательный элемент жанра. Теперь, когда ты медленно учишься уничтожать большого босса каждой области старым добрым умри, умри и снова умри, ты разблокируешь различные вторичные способности, которые помогут тебе в ближнем бою. Ты начинаешь с того, что тоже можешь выбрасывать мечи и сразу же возвращать их обратно, что довольно круто. Но только один из модификаторов босса позволяет вам либо наполнять их пламенем, чтобы зажечь след, вспомнив о них, либо полностью убрать эти мечи, дав вам вместо этого большой старый кувшин спирта, позволяющий разбрызгивать легковоспламеняющуюся жидкость повсюду, в значительной степени умоляя вас создать максимальный урон от огня. Есть также различное оружие, которое будет выпадать во время бега, и хотя все они имеют одинаковый набор движений, они обеспечивают различную статистику, а также обычно какой-то бонусный эффект, который активируется. Если вы найдете и назначите правильные улучшения своему персонажу, выпадут различные пассивные и активные навыки, которые могут быть отнесены либо к вашей основной силе, ловкости, либо к слотам навыков, в зависимости от того, какие из них вы экипируете и носите. Полностью меняет их эффекты, и они также падают в разные редкие слезы. Так что в значительной степени только один элемент обладает гибкостью четырех, и вы можете легко менять их местами, чтобы динамически изменять свою сборку. Это уже тонна глубины формирования характера, но это продолжается. Есть также специальные томы пассивных навыков, которые ты найдешь, которые могут громоздиться и громоздиться друг на друга. Чем дольше и дольше ты выдерживаешь 15 минут или около того во время пробежки, твой персонаж может взрывать ядовитые облака при попадании, оставлять за собой ледяной след во время рывка, взрывать энергетические шары вокруг тебя и стрелять ракетами каждые пару ударов, и это, вероятно, только половина того, что происходит на самом деле. Между вашими смертями также есть некоторая метапрогрессия, помимо разблокировки способностей, которые вы получаете за уничтожение боссов. Здесь ты можешь распределять постоянные очки по трем основным деревьям навыков, которые либо улучшают тебя в целом статистически, либо дают тебе предметы в начале твоего пробега, либо открывают совершенно новые предметы и механику. Объедини все это с быстрым боем и интересными второстепенными и главными боссами, и у тебя получится суперпрочный и полезный роуглайт. Ты действительно захочешь задержаться допоздна, потому что это просто увлекательно, а не слишком расстраивает. На самом деле сейчас 2 часа ночи, когда я еду на этом сразу после того, как закончу свой первый полный пробег. Да, после того, как ты нажмешь кредиты, ты можешь увеличить модификатор сложности для увеличения вознаграждений и выпадений, и похоже, что есть главный босс, которого мне нужно вернуться туда и как-то найти. Если ты фанат таких игр, как Гадес, Мертвая клетки или Череп, Убийца героев, это прямо там, прямо рядом с ними, в верхней части жанра, похожего на боевик. Так что это довольно теплый снег, и мои мысли по этому поводу. И сейчас это только на ПК. Но, скрестив пальцы, команда может когда-нибудь перенести ее на консоли, потому что она заслуживает того, чтобы в нее играли. А теперь давай закончим со всем этим. Это был Алекс. Ты смотрел Boomstick Gaming, и спасибо, что проверил это сегодня. Видео закончилось, но веселье, возможно, продолжается. Все зависит от тебя. Ты можешь нажать на это видео, на это видео или подписаться. Все хорошо.